Всем привет дорогие друзья! Это Intelligent Recording Live четвертый номер и у нас сегодня в гостях Юра Ультракод. Одного имя Юра писал крутой драма-бэйс музыку, потом перешел на что-то более атмосферное, сделал несколько проектов вата и кудры, или вата, еще есть, еще больше есть. Юра живет в городе Чернигов, издавался на... Эпсис у тебя был? Да, Эпсис, Эпсис, стрэпсис. Что-то у тебя еще было там? Да, слушай, я уже забыл. Intelligent был, точно. Ну это я помню. Еще, блин, там был... Ну там у тебя такой достаточно арсенал был неплохой. Да, да, локальных местечковых румынских лейблов. Что ты юзаешь на своей студии? И что тебе помогает в своем творчестве? Какие синты, какие мониторы? И пишешь ли ты дома либо в студии? Да, я пишу дома. Дома у меня сейчас обретон куш из арсенала MIDI-клавиатура. Китайская какая-то. Китайская. Да, еще есть у меня MIDI-хо для эффекторов. Кстати, я переведу к китайскому видео-магазине. Здесь арку стоит? CME очень хорошая. Офигенно, да. CME. Этическая бутылка. Вот у нас сейчас у тебя до сих пор же стоит, да? Да, да, давно. Вот я пользуюсь MIDI-клавиатурой, вдохновением, немножко воды и еды. Немножко воды? Если ты вдохновляешься. Да. Как этот Чубак заряжал воду возле MIDI-ка? Водой и едой. И волшебной палочкой. А будь любезен, по поводу своих проектов Бата, Кадра и всех остальных, которые я даже не знаю, наверное. Расскажи, почему они появились и какое, скажем так, отдушину ты туда несешь? Почему это не пишется музыка под именем Ультракод? Ну, потому что для Ультракода уже боксы стали очень тесными и хотелось больше проявляться, то есть музыкально. Да, больше пространства для творчества. Хотелось делать эмбиенты, хаосы, техно и появилась нужда, то есть перебить это вот все звучание в какие-то определенные контексты. Ну, собственно, вот я и занимаюсь сейчас вот так, выбрал как бы несколько основных тем, которыми мне сейчас интересно заниматься. И под эти темы я уже направил как бы такие отдельные такие проекты сам. Ну, ты же не сам делаешь эту музыку с каким-то еще артистом? Ну, есть и совместные у нас работы и, ну, сам делаю. То есть у меня есть сейчас из работающих проектов это МКС-1, Кудре, Бата-Сфера, это совместный проект с Сашей Краевым. Вот. И есть еще ультракод. То есть это все, в принципе, разная музыка? Да, да. Ну, в принципе, она различается, да. То есть если у Кудре, то есть там больше таких сфер, эмбиент, больше атмосферности, то есть воздушности, экспериментального звучания. У МКС-1. То есть я тебе перебью, это получается под настроение? Да, да, да. Ты написал и думаешь, окей, это будет Кудр, окей, это будет ультракод. Да, да, именно так и происходит. То есть под настроение и я уже потом вот по настроению как бы классифицирую какую-то вот нишу. То есть если это ультракод, то этот парень похож на ультракод, да, или это вообще не я. То есть это какой-то образ, да, музыкальный? Да, да, музыкальный образ, который я в общем люблю. Юр, будь любезен, скажи по поводу своего проекта ультракод, он все-таки у тебя был основной и первый. Какие планы на будущее, что выходило в ближайшее время и что придут делать? Да, в последнее время ультракод продуктивен. Вышло вот две IP. Одна это, могу там назвать, Сатурн Найт, то есть Ночи Сатурна. Это совместная работа с Денисом Ильиным, Орз Ту, у него никнейм. Вот, вторая IP это совместная работа с нашим черниговским другом, это Максимом Столик. Вот, техно направленности в будущем. Так же ультракод это писал? Да, да, совместно с ультракодом. В будущем планируются эксперименты, планируется вот лонгплей с неизданных треков. Кстати, вот от тебя был лонгплей было услышать очень неплохо, наверное, на самом деле. Да, сразу. Это очень такая интересная космическая музыка непонятная. Да, разное, разное настроение будут. Вот, ну и так же еще планируется, в общем, выше, быстрее, сильнее, есть куда стремиться. И даже в виде ультракода все эти видео, да? Я думаю, я думаю, да. Мы разговаривали с артистом, какими элементами, The Rise, Амином Тарасовым по поводу того, что драмбейс достаточно сейчас в нашей стране, в такой подвешенном состоянии, полумертвенький, да? Вот от чего? Это зависит твой вариант. Это зависит от наших продюсеров. Это зависит от наших промоутеров. Это зависит от слушателей. От чего? То есть раньше, на самом деле, был какой-то такой всплеск этой музыки. В принципе, у всех были гастроли, у всех, скажем так, ну, был заработок, нескроме этого, и было много людей, которые ходили на мероприятия. То есть это даже вплоть до того, что приходило там тысяча человек и колбасилось под музыку. Сейчас-то приходит 100-200-300 человек, да, и не все промоутеры окупают, скажем так, свои действия. Причем вопрос еще к тебе, какого хакера, ты тоже был промоутером, ты возил достаточно именитых артистов в город Черниграх, где население, наверное, 1300, да, если не больше. Ты возил и Кено сюда. Кено, Каматик был. Каматик возил, когда он, по-моему, даже и только начинал. Да, у нас он был впервые, да. Ну, это первые, наверное, были гастролисты. Электросолл-систем приезжал. То есть ты возил достаточно топовых людей? Да, много-много. На то время, можно сказать, практически, ну, не все, но многие побывали в Черниграх. Ну, окей, а что произошло, все-таки, вы тратите к нашему вопросу? Да, да. Я думаю то, что это свойство пространства и времени, и просто с течением времени какие-то... Перемены идут. Да, какие-то идут перемены, и некоторые музыкальные жанры выходят, так скажем, на передовую, другие уходят на второй план. Вот в случае с Drum'n'Bass'ом, у него был такой яркий, можно сказать... Всплеск. Подъем, но я думаю то, что со временем Drum'n'Bass' уже не мог предложить чего-то нового, потому что, на мой взгляд, вот к чему я потом в итоге пришел, то что, собственно, сам как стиль, как такие вот формат Drum'n'Bass, он зажат в определенные статистические рамки. То есть есть определенные такие классические, можно сказать, рамки, там определенный брейк-лайн, или даже если он будет экспериментальный, но все равно, чтобы номинально... Отклик был? Да, да. Какой-то отклик, чтобы номинально относилось к Drum'n'Bass'у был. То есть вот, думаю, с течением времени просто это стало публике менее интересно, и сейчас в это время много интересной музыки появляется в последнее время, и много экспериментов с развитием технологий, то есть много... Мы можем услышать много, чего не слышали раньше, и... Drum'n'Bass' в принципе тоже развивается. Был, допустим, там, ну, я не знаю, в 2000-х годах в начале, там был текстеп такой классический, был популярный, да, там, потом пошел какой-то, там, мейнстримовый Liquid Funk, там, в 2008-м году, там, да, NetSky там пошел, там... То есть, как бы, в любом случае, вот какое-то развитие оно есть, то есть какие-то перемены текстур, какие-то перемены настроений, потом там пошел боб с микрофанком, то есть какие-то в любом случае есть изменения. Что скажешь по этому поводу? Я думаю, то, что в будущем, в будущем еще мы вернемся к быстрым скоростям, так скажем, когда будет в этом необходимость, то есть, вот скажем так, такой коллективный порыв... У тебя конкретно говорили про коллективный порыв. Да, да. То есть, когда реальные люди стоят в очередях и ждут, скажем так, попасть, когда они попадут в клуб на какого-то крутого артиста. Да, да. Ну, так же, так же это еще зависит и от промоутеров, от людей, которые этим занимаются и которые хотят или не хотят развивать тот или иной жану. Потому что я считаю то, что если человеку интересно что-то делать, если он этим занимается, то можно популяризировать в любой локации, любой стиль, который интересен. Главное, я думаю, подача и... О, это круто, прием второй раз. Да, да. То есть, между тем, что это будет такая цепочка достижения целей. Да, да. Думаю, так это будет происходить. Да, думаю, даже... Да, просто это подача и определенное такое оформление. То есть, и тогда, когда люди видят это и, например, в какой-то отдельном регионе оценивают, потому что, например, там, допустим, в городе А происходят, например, техновечеринки, в городе Б происходят тоже техновечеринки, но, например, в городе А там стараются, там делают флайера, концептуальную рекламу, то есть позиционируют, позиционируют это как уже завершенный продукт, а в городе Б это просто пущено на самотеки, просто... Группа ВКонтакте, чтобы приходить туда и все. Да, да, так вот все сделано, то, естественно, то, что, ну, в одном месте публика оценит... То есть, это как бизнес, кто-то умеет делать бизнес, а у него получается, кто-то не умеет делать бизнес, да? Да, думаю, приблизительно так. То есть, думаю, оформление и можно все. А развитие, я думаю, будет, просто это приобретет какие-то... Новые окрасы? Да, немножко другие окрасы, появятся новые какие-то веяния и звучание, и тогда это звучание уже, думаю, мы услышим, например, в Drummond Base, какие-то там, может, уже не сирены, а вой лохматых китов или... Хоть такие воображения очень сильные. Спасибо за беседу. Всегда рад приезжать в ваш город. Еще рад. Спасибо за беседу. Еще рад. Еще приеду. Всех благ. Спасибо. Спасибо.